Чем полезен кардамон? Стимулирует ум, сердце, дает ощущение радости. Кардамон входит в список специй с огромной историей. Его причисляют к наиболее ценным пряностям. Аромат кардамона представляет собой букет из лимона, камфоры и эвкалипта. Вкус пряности очень жгучий. Кардамон одна из самых дорогих пряностей, которая занимает третье место после шафрана и ванили. В Аюрведе кардамон называют специей трех дож, так как он восстанавливает баланс – кап, хавата и питта, что считается залогом хорошего здоровья. Для нормализации баланса дож особенно полезен кардамон в серебре. Родина считают Индию, хотя существует легенда, что впервые кардамон был выращен на легендарных висячих садах семирамиды, откуда пряность распространилась по всему миру. Серебро, используемое для покрытия семян кардамона, производится в домашних условиях. Из серебра 999-й пробы, используя немецкие машины и технологии, является чистым и натуральным. Серебро хорошо известно своими антибактериальными свойствами. Его использование в аюрведических продуктах является частым, а в некоторых случаях и обязательным. Кардамон принадлежит к имбирным, как куркума и имбирь. Однако, если у последних применяют порошок из корневища, то кардамон представлен в виде стручков с семенами. Корневище также используют, но исключительно в медицинских целях. В промышленных масштабах сегодня пряность выращивают в Южной Индии, Китае и на Шри-Ланке. Качество кардамона из Индии выше, из стручки больше. Индия лидирует среди стран экспортеров кардамона. В стране даже есть программа господдержки производителей специй, а также селекционеров, трудящихся над выведением более качественных и урожайных разновидностей. Самый популярный кардамон – зеленый. За ним следует черный. Другие названия – яванский и бенгальский. У черного кардамона запах смолистый и чуть копченый, плоды крупнее, а зеленый имеет утонченный вкус и аромат. В народе эту пряность прозвали райской ягодой и королевской специей. Такая народная любовь и популярность обусловлены великолепными вкусовыми и полезными качествами, благородным ароматом. Как ароматизатор естественного происхождения, кардамон обширно применим в кулинарии и парфюмерии. Его роскошный запах, сочетающий силу и нежность, напоминает одновременно лимон, эвкалипт и камфору. Свежий и немного терпкий. Из-за этой многогранности в средние века аптекари выдавали молотый кардамон за сильнодействующее лекарство из нескольких дорогих компонентов. Продолжался такой обман довольно долго, потому что семена кардамона действительно обладают лечебными свойствами. Кардамон питает плазму, кровь, костный мозг, нервные клетки. Воздействует на пищеварительную, дыхательную, кровеносную и нервную системы. Это общее укрепляющее, отхаркивающее, ветрогонное, желчегонное, патагонное средство. Рекомендуется он при простуде, кашле, бронхитах, астме, хрипоте, потере вкуса, плохом пищеварении, несварении желудка. Его используют для лечения желудка и укрепления селезенки. Семена кардамона богаты эфирными маслами. В его состав также входят белки, углеводы, небольшой процент жиров, плаваноиды, терпиноиды. Витамин А, который важен для зрения и кожи. Есть в специи витамины группы В, В1, В2, В3, В6, которые нужны для мышечной ткани и для нервной системы. Витамин С. Кардамон гидер по содержанию цинка среди пряностей. Также в числе микроэлементов, содержащихся в составе семян растения, входят магний, марганец, натрий. Кальций и фосфор, минералы, которые необходимы для костной ткани, улучшают состояние волос, зубов и ногтей. Содержит специя калий, которая нормализует давление, выводит лишнюю жидкость и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Благодаря содержанию железа улучшается процесс кроветворения и состав крови. Кардамон обладает острым, сладким и вяжущим вкусом, что позволяет ему поддерживать баланс организма. Поэтому он традиционно используется в аюрведе в качестве средства для нормализации работы пищеварительной системы в целом. Чистит желудочно-кишечный тракт от ядов и шлаков, при желудочно-кишечных расстройствах, особенно при метеоризме, повышенной кислотности, судорогах желудка. Для стимуляции выделения желудочного сока, укрепления мускулатуры желудка, как витрогонное средство. Кардамон гармонизирует работу пищеварительной системы. Рекомендуют его также при астме и мигрене, и как антисептик. Эфирные масла кардамона разгоняют скопившуюся в селезенке и легких слизь. Кардамон крайне благоприятен для нервной системы. Его активно используют как антидепрессивное средство. Он активизирует клетки мозга, улучшает мозговое кровоснабжение и подавляет чувство апатии, усталости. Благодаря этому повышается активность и ясность ума. Появляется стабильное ощущение легкости, умиротворения. Кардамон – мощный усилитель обменных процессов. Тонизирует, является антиоксидантом, способствует омоложению. Благоприятно влияет на фигуру. Помогает избавляться от ожирения, так как усиливает метаболизм и помогает поступающим в организм веществам усваиваться и перевариваться. При его регулярном употреблении улучшается обмен веществ. Очищается организм от шлаков и токсинов. Семена кардамона имеют антиканцерогенные свойства. Обладают обезболивающим действием, снимают зубную и ушную боль. Соединенные с медом помогают улучшить зрение и укрепить иммунитет. Были доказаны противомикробные свойства кардамона в борьбе со многими опасными микробами, которые вызывают пищевое отравление. Кардамон используют для устранения неприятного запаха изо рта. Достаточно пожевать его непродолжительное время, и это заменит эффект, вредный для здоровья желудка, жвачек. Причем эффект сохраняется долго, а вкус очень приятный. Коробочки кардамона Кардамона эффективны против стоматита, действуют как противовоспалительное средство. Кардамон улучшает состояние полости рта, облегчает зубную боль, освежает дыхание, нейтрализует патогенные бактерии. Кардамон действует как согревающее средство, поэтому его рекомендуется использовать в период простудных и вирусных заболеваний, при бронхите и астме. Эта теплая специя нагревает тело изнутри и помогает откашливать мокроту. Несколько капель масла кардамона можно добавлять в кипящую воду и использовать для ингаляции. При фаренгите полезно полоскать горло раствором из кардамона и корицы, разведенной в кипятке. Пряность лечит сухость в горле, в хрипоту. Кардамон эффективный нейтрализатор слизи, выводящий ее из легких и селезенки. При астме, бронхите, простуде или кашле лечит излишнее слюноотделение. При переедании, чувстве тяжести или несварении принимают чай из кардамона с добавлением либо молотого имбиря и гвоздики, либо кумина и кориандра по половине чайной ложки. Живание семян также помогает остановить тошноту, рвоту, а мятно-кардамонный чай эффективно устраняет икоту. Кардамон стимулирует кровообращение, полезен при гипотонии, защищает от избытка холестерина в крови, что облегчает работу сердечно-сосудистой системы, улучшает кровообращение, способен снизить сердцебиение, контролирует состояние артериальной гипертензии. Отдельно или с боярышником, имбирем, корицей или шафраном улучшает работу сердца. Людям с заболеваниями сердца полезно употреблять чай с кардамоном. Семена эффективны для лечения инфекций мочевыводящих путей, таких как цистит, нефрит. Специя является прекрасным антисептиком, используемым в наружных препаратах для регенерации кожи, избавления от грибковых заболеваний, лишая, чесотки, кандидоза. Эфирное масло кардамона обладает антисептическим эффектом. Его используют в рецептах народной медицины для лечения многих заболеваний. Оно помогает справиться с болевыми ощущениями в мышцах и увеличивает тонус тела. Масло рекомендуется использовать при лечении бронхита, астмы, цистита и разных заболеваний кожи. Масло кардамона используется для ванн, при болях в теле, для ингаляции и ароматерапии. Масло кардамона улучшает кровообращение, активизирует обновление клеток кожи, способствует омоложению. Можно использовать его в качестве тонизирующего и дезодорирующего средства. Еще горячительную специю можно использовать в качестве антицеллюлитного средства. Согласно древней науке о здоровье и аюрведе, кардамон воздействует на наше тело также на тонком психофизическом уровне. Кардамон обладает свойствами афродизиака, а также используется в качестве лекарства против импотенции, эректильной дисфункции и преждевременной эякуляции. Кардамон поможет соблазнить. В древности считалось, что при помощи кардамона можно соблазнить приглянувшегося мужчину. Для этого достаточно добавить пару зернышек в вино, немного настоять, а потом угостить им любимого человека. Семейный союз, образовавшийся в результате этого приворота, будет крепким и нерушимым, а девушка или женщина, отведавшая такого напитка, обретет красоту и очарование в глазах мужчин. Зернышки кардамона также сжигали во время любовных заклинаний и добавляли его в ароматное саше, которое хранили в шкафу с постельным бельем. Ночь на простыне источающий тонкий аромат кардамона становилась незабываемой для влюбленных. Полезные свойства кардамона могут творить чудеса в лечении сексуальных расстройств, таких как преждевременная эякуляция и импотенция. Прокипятите семена в молоке, добавьте мед и пейте каждый вечер. Отличный результат гарантирован. Еще наши предки верили, что эта специя способствует уверенности в себе, красноречию. Недаром его включали в состав амулета, который должен был помочь при поиске хорошей работы. Для того, чтобы его сделать, нужно в лоскуток ткани зеленого цвета завернуть три зернышка кардамона, лавровый лист и веточку розмарина. Лечебные рецепты с кардамоном При пищевом отравлении, при ангине, для полоскания полости рта, стоматите и генгивите необходимо 1 столовую ложку семян зеленого кардамона залить 200 мл кипятка. Отвар настоять в течение 15 минут, после чего он готов к применению. Для профилактики кариеса нужно ежедневно после чистки зубов жевать одну коробочку кардамона. При перхоти и сибореи 1 чайную ложку семян кардамона залить 500 мл горячей воды, настаивать 20-30 минут, после чего дать остыть до комнатной температуры, ополаскивать волосы после каждого мытья, при этом не смывать. Курс лечения 1 месяц. Кардамон для похудения и против целлюлита используют следующим образом. 2-3 коробочки зеленого кардамона добавить в солевую ванну или же в отвар из кардамона добавить морскую соль, полученной смесью натирать массажными движениями бедра и ягодицы, для улучшения пищеварения и после интоксикации. Для приготовления настоя нужно залить кипятком 3-4 семя кардамона и 2-3 бутона гвоздики, после чего настаивать до 30 минут. Пить по 50 мл каждый час. Чай с кардамоном Кардамон можно добавлять в чай в стручках или зернами. Традиция пить кардамонный чай пришла из Индии, где его считают напитком мудрости. Индийские чаи завариваются из разнообразных пряных смесей масал, куда обычно входит кардамон и корица. У кашмирцев есть традиция пить зеленый сладкий чай с коробочками кардамона. Щепотка молотого кардамона, заваренная в чае, придает ему исключительно приятный свежий аромат. Этот ароматный чай применяют как средство от дизентерии, несварения желудка, сильном сердцебиении, а также как хорошее тонизирующее средство, снимающее депрессию и усталость после напряженного рабочего дня. Чай из кардамона лечит инурез, недержание мочи. Молоко с кардамоном. Кардамон полезно принимать с молоком, потому что эта пряность нейтрализует повышенное выделение слизи, которое можно спровоцировать в организме употребление молочных продуктов, особенно в голодном виде. Как лекарственное средство, кардамон лучше употреблять с подогретым, но не доведенным до кипения молоком. В готовый напиток добавляется мед, можно размолоть или есть в прикуску миндальные зерна. Молоко с кардамоном традиционное средство для успокоения нервной системы перед сном, расслабления, снятия усталости. При ежедневном употреблении оно также считается высокоэффективным для лечения импотенции. Щепотка кардамона в кипяченом молоке делает его очень вкусным и легко усваиваемым. Кофе с кардамоном считается традиционным в арабских и азиатских странах. Кардамон придает кофе благородный вкус, устраняет токсичность кофеина и снижая риск тахикардии и скачков артериального давления. Для приготовления напитка несколько молотых семян кладут в турку перед варкой или в уже готовый кофе. Полезное свойство кардамона, аромат и вкус не разрушаются при термической обработке. Он прекрасно сочетается с корицей, гвоздикой и анисом. Можно употреблять кардамоны без готовки. Так в индийских ресторанах зернышки подают на блюде после обеда вместо жвачки, чтобы освежить дыхание и стимулировать пищеварение. Зеленый кардамон идеально подходит к любым блюдам. Черные кладут в несладкие кушания и напитки. Кардамон присутствует почти во всех индийских пряных смесях, таких как гараммасан, Ароматная специя встречается в супах, особенно где есть чечевичные, бобовые, блюда с картофелем и рисом. Все добавляют к овощам, фруктам и орехам. Он входит в пряные смеси для маринования сельди, кильки, салаки. Используется в производстве колбас. Французы добавляют кардамон в ликеры, например, кюросау и шартрюс, а немцы кладут его в смесь специй для ароматизации прославленных нюрнбергских пряников, грибкюхен, цукатами, миндалюм и медом. Непременного угощения праздничного рождественского стола. На Востоке кардамон одна из самых любимых приправ. Особенно популярен он в Северной Индии, в Кашмире, где его называют элайчи и включают чуть ли не во все традиционные пряные смеси, масалы, а в комбинации с миндалем и шафраном обязательно добавляют в праздничное блюдо. Без кардамона невозможно представить восточные сладости. С ним готовят миндальные трубочки, пахлаву, шаруц, варенье из баклажанов, зеленых томатов, грецких орехов и более привычных нам фруктов и ягод. Сдабривают морковную и свекольную халву, сладкий вермещелевый пайзам. На Среднем Востоке кардамон обычно сочетают с фруктами и орехами, а также добавляют его в блюда из мяса и риса. Противопоказания Пряность из-за своих жгучих свойств требует осторожного обращения. При наличии серьезных заболеваний обязательно проконсультируйтесь со специалистами. Особенно осторожно следует употреблять его гипертоником, так как он способствует повышению давления. Не стоит употреблять специю при наличии индивидуальной непереносимости продукта и беременным женщинам. Отказаться от использования кардамона стоит при наличии повышенной чувствительности к компонентам пряностей. Противопоказано употреблять кардамон людям с болезнями желудочно-кишечного тракта, при язве желудка и 12-перстной кишки, гастрите. Вред кардамон может принести людям при употреблении его в большом количестве. Принятыми нормами считаются на выпечку 0,3-0,5 грамм молотых семян на одну порцию, в жидкие блюда в два раза меньшая доза, за 3-5 минут до готовности продукта. Рекомендуют употреблять 1,5-1,4 чайной ложки порошка или 2-4 зерна на один прием. Источник интернет. Будьте здоровы! Субтитры